Слава Украине! Приветствую от Полонского! Доброе утро! А оно? А оно доброе! Сегодня наши беспилотники снова атаковали Москву. А что же они думали? Что отсидятся в сторонке? Что их российско-фашистские беспилотники и ракеты будут терроризировать города Украины? А наши будут сидеть и смотреть, как нам все прилетает? Нет, 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 нет. Сегодня порядка трех утра, потом пять утра. Было несколько прилетов. Опять по Москва-Сити. Большой привет российскому ПВО! Как вы там? Не кашляете? Не чихаете? Все нормально? Ну, слава Богу, да. У вас все получилось в очередной раз. Был четвертый уже по очереди и второй за неделю прилет. То ли беспилотников, то ли диких гусей. Но судя по моторчику, если это были и гуси, то это были гуси с моторчиком. Как у Карлсона, знаете? Куча видео у нас на телеграм-канале. Переходим по ссылочкам, которые находятся в описании к данному ролику. И смотрим, и кайфуем. ПВО там вообще не при делах. Оно не видит эти беспилотники. Оно, судя по всему, у Рашистов абсолютно слепое. И что мне нравится? Смотрите. Очень важно, очень важно атаковать центры принятия решений. И сегодня беспилотники два раза прилетели в башню в так называемом мост Ква-Сити. Да, Ква. Болото. Ну, откуда же, кстати, название Москва? Там жабы всегда квакали. Ну, и москиты, видимо, тоже. Москиты жужжали. Что они там делали? Жабы квакали. Получилась Москва. Вот. Как-то так у них вышло. Еще говорят, что это пьяный изяц, значит. А еще, значит, грязная вода. Ну, короче, один вариант названия Москва лучше другого. Мне больше всего нравятся москвиты с квакающими жабами. Это лучше всего. Да, так вот. Что там ваш этот лысый Путин говорил? Ой, извините, он же волосатый, я забыл. Волосатый, просто немного пляшивый. Повылезло у него все. Да, так по центру принятия решений говорил. Да, ну, на тебе по центру принятия решений. Как ты хотел, так и получил. Там три министерства находятся. Три фашистских министерства находятся в одном, в одной башне. Вот туда, собственно говоря, и лупануло. Единственное, что я могу вам сказать, а вот ПВО ваше там вообще не при делах. У вас министерство там что-то прилетает, но не при делах. Да. Очень важно, ребята, что это все идет в Москве. Я вам скажу, почему. Когда оно где-то там далеко, в каком-то там вот... Посмотрите, в Шебекино. Там постоянно боевые действия происходят. Или как они? Они даже не знают, как они называются. Они их называют почему-то Шмякиное. Ну, Шмякиное, оно же получилось. Шмяк, да? Вот. Им наплевать. Им на это Шебекино плевать. Им на все плевать. Они считают, что они великие, они могучие. Российская армия сейчас всех победит. Победит и все. А вот когда прилетают по центрам принятия решений, то по куполу этого долбаного Кремля, который вообще сносить надо. Я считаю, что Кремль, в принципе, он же не представляет архитектурной ценности. Это новодел там это все переделывали. Поэтому его надо заровнять и сделать в дальнейшем автостоянку для украинских танков, например. Танко-стоянку. Вот будет красиво на месте Кремля, да? А бункера Путина, так же, как бункер Гитлера, забетонировать. Черт твоей матери. Не, ну, по-моему, это правильно. И бункер Гитлера, его же снесли полностью, да? А Путлер чем лучше. Вот. И вот, чтобы, значит, не было никакой большой агрессии оттуда с болот. Или, например, сделать там озеро, развести на месте Кремля, я не знаю, утки. Утки хорошо, если будут плавать, да? Вырыть там этот котлован. Там, где был бункер Путлера. И, значит, будут там утки крякать. Ну, утки хорошая вещь. Это природа. Это погода. Это вообще приятно, да? Вот. Ну, а пока что давайте по этим беспилотникам. Значит, прилетело. Сколько их прилетело, никто же не признается. Им стыдно. Им стыдно рассказать, что их ПВО вообще ни на что не сдяпное, да? Были беспилотники в Московской области. Прекрасно долетели. Сейчас мы выясняем, где там, где долбануло. Ну, и два, минимум, минимум два беспилотника в центре Москвы. Это минимум. Потому, что, видимо, же еще были. Уже куча фото-видео. Так что, можете не говорить, что там ваше ПВО работало еще. Оно, может, и работало только и в том времени, и в том месте. Да, ребята. На самом деле это все очень хорошо, очень шикарно. Да, беспилотники не несли на себе какого-то там фантастического заряда. Но вы поймите правильно. Сейчас у нас работают более 40 компаний по производству беспилотников. Возможности украинских беспилотников растут день ото дня. Причем, что интересно, все беспилотники, которые летят на Москву, это все исключительно украинского производства. И ни один из них не виден для радара. Вот это очень важно. Наши работают, слава богу. Очень скоро расшисты поймут, что воевать с Украиной дряное дело. Что надо выводить свои фашистские войска с Украины. Иначе, иначе, ну, что я вам скажу. В Москве будет праздник каждый день. Будут фейермерки беспрерывные. И вот когда жители болот почувствуют, что вот эта война, это не где-то там далеко, как они думали когда-то. Мы нападем на Украину, будем убивать там людей, будем убивать женщин, будем убивать детей, будем рвать на куски стариков. Нет, эта штука вернулась к вам бумерангом. Вся ваша фашистская власть, которая напала на Украину, в результате привела к тому, что, как у Гитлера, помните было, сначала он попер вперед, захватил Польшу вместе со Сталиным, они вместе начали вторую мировую. Потом два фашиста подрались между собой. И там начались вот эти похождения туда-сюда. Но Гитлеру тоже сначала казалось, что он все захватил. Так, к вашему Путину, да? Это же новый Гитлер, вы же в курсе. А потом оказывается, что беспилотники раз прилетели, два прилетели, три прилетели, четыре прилетели. Прямо к Путину по плеши. Прямо в плеш прилетели, понимаете? И это показывает вот эти беспилотники. Пускай они там несли 5 килограмм взрывчатки. Это могут быть экспериментально. Сейчас это все эксперимент. Опа, ага, долетел. Так долетел. Тут не так, там не так. Переделаем немножечко. Следующий прилетит получше, покачественнее. А следующий еще качественнее. Мне там понравилось. Один говорит, там куча этих видео, видосиков от расшистов. Да, один говорит. Ну, я надеюсь, это будет последний. Единственное, что могу сказать. Ну, надейся, чувак. Надейся. Если вы хотите, чтобы это было... Вот, как этот чувак говорит в видео. Я надеюсь, это будет последний. Если вы хотите, чтобы это было последний, значит, забирайте свои российско-фашистские войска с Украины. Забирайте свое оружие. Забирайте всех своих бандитов. Вон с Крыма. Вон с Донецка, Луганска, Херсона и так далее. В Херсонской области, конечно же. С Херсону вас уже выперли. Так что пятки только сверкали оттуда. Пошли вон отовсюду. И тогда, да, будет тише. Не будет войны, не будет ничего. Вы будете в своих болотах. Мы будем в своей замечательной стране. Будете платить нам репарации лет 150 ближайшие. И будет все спокойно, все красиво. Но если вы думаете, что ваши фашистские, бандитские, террористические, ассидистские войска останутся в Украине. А у вас будет там в тылу, так сказать, спокойно. То вы глубоко ошибаетесь. Мы еще ничего не начинали. Слава Украине. Слава Украине.